намастэ мотор запись пошла отлично так мы на связи здравия вам вера намастэ меня меня видно камера видно нет не видно камеры окей отлично мы на связи хорошо так вера напоминаю что мы сейчас проведем разбор ваших полетов практики прощения которые у вас было первые три дня до 3 дня вас было по выветриванию рассмотрим анализы и результаты вашей практики и наметим дальнейшие шаги очищения какой на следующий этап вы перейдете вам нужно иметь с собой тетрадку диктофон запись чтобы у вас было напоминаю что наша наша сессия записывается записаться на видео на аудио в данном случае записаться только мое видео то есть видно мой фейс всем привет кто будет смотреть будет слышно только ваш голос поскольку эта запись будет доступна для учебного и тренировочного процесса я прошу вас не говорить какую-то личную информацию которая может быть кому-то навредить окей хорошо согласны отлично замечательно так хорошо для начала расскажите пожалуйста что у вас происходило открытие сначала старшую историю чтобы для тех кто будет слушать чтобы им было понятно что у вас происходило какая у вас история вкратце так для понимания представьте что люди которые первое слышат чтобы они были в курсе что у вас происходит и дальше чтобы мы продолжали говорите как как его как есть вот как есть было есть она что что с чего все началось точите все с того самого начала что с чего на все началось говорите ста с того момента с чего вас началось как все было у меня есть обиды на моего бывшего мужа и уже шесть лет что они мешают мне разливаться и идти дальше мои обиды были связаны с ээээээх вы зависли вера вы зависли вы зависли да да я поняла меня слышно слышно я пока камеру выключу да 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 выключайте камера Мои обиды связаны с физическим и эмоциональным насилием от этого мужчины. И как я уже сейчас поняла, что у меня сильная обида на последствия этих отношений. То есть, что я потеряла свою женственность и начала, можно даже сказать, ненавидеть мужчин какое-то время. То есть, проявляла к ним неуважение и презрение. То есть, то, что у меня появилось к моему бывшему мужу, я на всех мужчин в мире распространила. Ну, так как все. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как давно эта ситуация возникла у вас? Какая именно конкретно? Обида. Обида. Как давно возникла у вас обида? Ну, я так понимаю, что были обиды на протяжении отношений. Но потом, когда отношения закончились, это было 6 лет назад, возникло, ну, вот такой, можно сказать, образ жизни, неприятие мужчин. Самая большая, самая, вот, вы можете вспомнить, когда была самая большая обида, вот когда началась вот эта серьезная такая обида на вашего бывшего мужа? Когда началась? Угу. Что случилось? Когда это было? Вот какая сцена была, где вот эта обида появилась? После которой обида появилась? Ну, обиды были сильные после... после физического насилия. Можете сказать, какое-то было насилие физическое? Ну, да. Это было вот это прикладство. Что конкретно? Можете сказать, что было конкретно? Ну, это было не один раз. Мой бывший муж избивал меня. Всячески проявлял свою агрессию. Сбросался в меня предметами, ломал вещи мои. Когда вы, говорите, физически избивал, что это именно было? Можете сказать? Ну, да. Конкретно он сбил меня по разным частям тела. И руками, и ногами. Окей. Хорошо. Хорошо. И сколько лет это было назад? Шесть лет назад мы разошлись. Угу. И это было на протяжении нескольких последних лет наших отношений. Ну, так, чтобы точнее, я хочу вспомнить. Угу. Так, чтобы с физическим нашими, но это было, наверное, год, может больше. То есть, в общей сложности, сколько лет прошло с того момента, когда у вас начались обиды на вашу бывшую мужа? Обида на, ну, на эти ситуации тогда уже больше семи лет. Больше семи лет. Угу. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как эти обиды проявлялись в вашей повседневной жизни, вот с того момента, когда они только появились? Можете припомнить? Как это сказывалось на вашей жизни повседневной? Ну, дело в том, что я перестала общаться с мужчинами. Угу. Вообще, как с мужчинами, но только так, деловые или товарищеские отношения могли быть с кем-либо. И, конечно же, даже в этих отношениях, там, в компании, допустим, друзей, все равно я проявляла агрессию к мужчинам. То есть, после того, когда вас обидели, вы начали проявлять явно открыто агрессию по отношению к мужчинам, правильно я понимаю? Да, да, да. Такую конкретную, с преждением, с неуважением, с какими-то шуточными, но с преждениями. Это было по отношению к мужу или ко всем мужчинам? Нет, ко всем. Ко всем мужчинам. Как вы думаете, почему вот обида на мужа выразилась тому, что ко всем мужчинам это было отражение? Те же люди не виноваты, те мужчины, правильно? Почему она не была? А, кстати, делала несознательно. Я сейчас снимаю, как я себя вела. Нет, понятно, понятно. Как вы думаете, вот, оглядываясь сегодня назад, как вы думаете, какая была причина того, что на всех мужчин это было? Тогда это была такая, ну, естественная реакция, потому что во мне засело такое понимание, что все мужчины одинаковые, что всем нужно одно, что они не способны любить по-настоящему, что они любят на самом деле себя. То есть вы по одному мужчине, по одному мужчине. Это ваши были первые отношения такие серьезные? Нет, вторые. А что было с первыми отношениями? В первых отношениях все было хорошо, в смысле, по отношению именно ко мне. Я себя вела приблизительно так же, я думаю. Ко мне относились очень хорошо, и меня любили, велеяли, заботились. Конечно, тоже мы постоянно ругались, были постоянные ссоры, но они были не такого формата. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, значит, итак, один мужчина меня обидел, и я по образцу этого одного мужчины начала говорить, что все мужики плохие, правильно? Образно говоря, да? Ну да, можно сказать, так получилось. Но я так понимаю, у меня такая защитная реакция включилась, чтобы не дать себя в обиду снова. Лучший метод защиты – это атака. Вот так это у меня и происходило, собственно. Если я поняла, что мужчины все разные, может быть, разные отношения, но все равно я для себя находила, себя убеждала в том, что все равно, какие бы отношения ни были, какая бы любовь ни была сильная, все равно вот он будет проявлять свои вот эти мужские, ну, мужскую агрессию в отношении, если они будут меня обижать, будет заботиться больше о себе, а не обо мне, ну, вот я себя в этом убеждала. И у вас это убеждение появилось именно после того, когда вас начали обижать во вторых отношениях, правильно понимаю? Да. А как долго, сколько времени прошло, вас обижали, сколько времени вас обижали, перед тем, как у вас сформировалось такое понимание, что, ну, все мужики такие нехорошие, и что надо от них закрываться и быть от них подальше, чтобы не обидели? Ну, сейчас сложно сказать, я думаю, уже после того, как мы расстались, я такую защитную реакцию отключила. Нет, вы сказали, что у вас уже это было даже в то время, когда вы были вместе, вы уже начали отношения к мужчинам, к друзьям, к его... Нет, 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 не так. Это уже началось после расставания. А, после расставания. То есть вот это отношение саркастическое, недоверие, неуважение, презрение мужчин появилось именно после развода? Да, 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 конечно. Это точно, да? Точно. Окей. Хорошо. И сколько времени вам понадобилось, как вы думаете, для того, чтобы от той обиды, вот когда вы испытали вот эту вот обиду, прийти к этому состоянию презрения мужчин? Сколько было времени? Вот с той момент этой обиды, которая, вы считаете, положила начало вот этому формированию вашего отношения к мужчинам, как людям, которые эгоисты, которые грубые, скоты, короче, да? Если брать время от первых обид, они же накапливались, их было много. Поэтому можно еще смело два, даже больше года в отношениях взять еще это время. Всего было пять лет. Через два года начались конкретные обиды. Окей. То есть, в течение двух лет, до того, как возникла такая конкретная обида, помните в этот момент конкретной обиды? Когда вот вы уже почувствовали, что вы конкретно уже обижены на него? Ну, да, у меня был уже момент, когда я хотела уходить, там искала квартиру. То есть, это была конкретная обида. Хорошо. Вот, можете вспомнить вот тот момент, когда вы почувствовали, что вот вы конкретно на него обижены? Вот мне именно это. То, что начиналось, это непонятно, когда начиналось. Она у вас начиналась еще с детства, мы сейчас к этому вернемся. Но именно когда вот вы осознали, что вы конкретно обижены на этого человека. Можете вспомнить этот момент? Конкретно нет. Угу. Конкретная ситуация какая-то, после которой вы почувствовали, что вы конкретно на него обижены? Ну, это может быть связано, ну, вообще другая ситуация. Когда он меня еще не обижал, не избивал, а это еще раньше я уже на что-то обижалась. Угу. На что-то обижались или обижались на него? На него, на него, да. Окей. Сколько времени, отлично, супер, вспомните эту ситуацию конкретную. И сколько времени прошло от того первой обиды до того момента, когда вы обобщили, что все мужики нехорошие люди? На букву К. Да, это прошло 4 года. 4 года? Да. 4 года? Да, еще 6, уже 10. Не-не-не-не, секундочку. Мне интересный вопрос. После этого момента первой обиды, когда вы почувствовали, что вас конкретно обидел ваш бывший муж, через какое время после этого вы начали относиться ко всем мужчинам, как, обобщили их, что они все какашки? Ну, вот я думаю, что я обобщила уже после расставания. То есть в отношениях я этого не думала. Я думаю, что это, конечно, потихоньку накапливалось, но я не отзывала себе отчет в этом. Естественно, я не припоминаю, чтобы у меня было плохое отношение к окружающим меня мужчинам. Хорошо, хорошо. Это уважительное отношение у меня было, видимо, с детства, такое легкое неуважительное отношение. Это было, это я сейчас помню, и в первых отношениях от всех компаниях было такое. Что было? Неважительное отношение было. Всегда. К мужчинам, да? Да. То есть получается, что оно было даже до того, как вас обидели? Получается, что да. Here we go. Ring the bell. Ring the bell. Пометочку себе сделайте. Угу. Угу. А теперь давайте подумаем. Так, я глубоко копать сейчас не буду, просто чтобы было пища для размышления. Если меня, то есть у вас было уже неуважение к мужчинам еще до того момента, как вас обижали? Да. Теперь давайте по логике посмотрим. Если я отношусь неуважительно всем своим, но если я не уважаю мужчин, то у меня внутреннее соотношение к ним соответствующее, верно? Да. Даже подсознательно. Естественно, они же это считывают через мой тон голоса, через мой взгляд, через мои телодвижения, через мои действия, мои реакции. Верно? Да, конечно. Угу. И смотрите, вот они, это мужчины, с которыми вы имели общение, они это же считывали, они это впитывали. Ну, пока у них была любовь, розовые очки, пока у них вот это терпение, чаша терпения не была переполнена, они это все проглатывали, проглатывали, проглатывали. Но потом наступает какой-то момент, когда чаша терпения уже переполнена, и какая реакция возникает у человека, когда ему что-то не нравится, когда он чувствует, что его не уважают? Агрессия, гнев, печаль, это все. Абсолютно верно. Особенно, когда мы говорим, что это мужчина, да, который по своей природе для него очень важно, чтобы его уважали. Да, очень. И важно, что особенно по отношению к женщине, поскольку субординация, мужчина это король, а жена королева, да, она за ним, им очень важно, чтобы иметь гармоничное отношение и заботиться об этой женщине. Да. И очень важно, чтобы эта женщина его уважала. Верно? Да, верно. А поскольку у вас подсознательно фонило неуважение к мужчинам, как вы думаете, вот реакция вашего мужа, естественно ли реакция это была вашего отношения ко всем мужчинам вообще и к нему в частности, которая была у вас на фоне вашего подсознания и проявлялась через тон, эмоции, телодвижение, мимику, чувства. Как вы думаете? Я думаю, это было ненормально, нехорошо. Нехорошо что? Ну, естественно было это для мужчины, начинать проявлять агрессию, когда он видит, что к нему так относится женщина. А, естественно ли было у него? Угу. Да, конечно. Угу. Тут даже была значительная реакция, можно сказать. Да. То есть мы можем сейчас тогда сказать, что, в общем-то, агрессия моего мужа по отношению ко мне была следствием моей агрессии скрытой к нему. Да, я четко понимаю, что это я провоцировала его на эти поступки. Отлично, здорово. Мы еще к этому вернемся, сейчас отложим это в сторону, мы еще к этому вернемся, когда мы придем с вами потом на сессию принятия. Сейчас-то вам так пища для размышления немножко, да? Угу. И сейчас бы еще хотел бы немножко дополнить маленько. Вернемся еще, отмотаем назад. Вы сказали, что у вас была вот эта причина претензий к мужчинам, вот непонятная агрессия, да? Она была еще до того, как вас муж, вас муж начал обижать. И вы сказали, что до этого к вам первые ваши отношения, мужчина к вам нормально, хорошо относился, да? Да, да. То есть он как бы терпел ваши выходки. Сколько лет вы прожили вместе в первых отношениях? Два года, три? Всего три года. Но мы не жили вместе, у нас были отношения. Можете для себя так сказать, как вы думаете, этот момент, когда вы расстались, что произошло, почему расстались через три года? Ну, я была инициатором расставания. В принципе, даже еще раньше хотела разрывать отношения, но все оттягивали. Меня не отпускали, меня слишком чрезмерно любили, и тоже мне стало очень много это видеть. И я просто тогда поняла, что мужчина не должен быть таким, под таким всем моим желанием. Одним словом, быть подкаблучником. То есть я еще тогда поняла, что мне нужен жесткий мужчина, который будет держать меня в кулаке, а не наоборот. И, собственно, нажелала этого себе. Be careful what you wish. Remember that, right? Да, я тогда четко осознавала, когда попала в новые отношения, я четко осознавала, что мне дали то, что я просила, собственно. Только я еще не подозревала, насколько сильно мне дали. То есть это как раз был наилучший вариант для того, чтобы вас научить тому, что вы не поняли. Кто просила, кто и получила. Вы видите мое изображение видео, да? Да. Отлично. Еще хочу для вашей осознанности, что вы потом поработали после нашей сессии. Итак, вы озвучили о том, что непонятно откуда у вас была агрессия к мужчинам до того, когда вас начали обижать, в принципе, да? Осознанно, когда вы осознали, что вас начали обижать вообще, да? Да, но сейчас я понимаю откуда. Озвучьте, пожалуйста, здорово. От моего детства, от моей семьи, модели поведения моих родителей, от моего папы и от моих старших братьев. Отлично. Скажите просто вкратце, так, чтобы нам было четко понятно, как активно закончить ее. Какой опыт вы получили в детстве? Это для тех, кому это еще не понятно. Какой опыт детства привел вас к тому, что вы начали мужчин ненавидеть, презирать, относиться к ним очень нехорошо? Я видела следующую модель семейных отношений, когда мама является командиром, добытчиком денег, уже когда я была сознательна в возрасте, то это было так, уже мама была главным добытчиком, главным командующим. Это сколько лет вам было уже, когда вы это осознали, помните это? Когда помню, допустим, с десяти лет. Угу. 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 Это у вас когда началось половое созревание, когда прошло, в десять или в одиннадцать лет? Двенадцать с половиной, где-то так. Угу. Позже. Позже. Раньше это получилось. Окей, хорошо. Итак. То время, что я помню, когда уже папа засел дома, ну так сказать, мама там во все развивала свой бизнес. Угу. 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 Окей. И что произошло в этот момент? Да, опишите этот опыт, пожалуйста, чтобы было понятно для слушателей, какой опыт вы получили, который привел вас к пониманию того, что, ну, мужики ненадежные, что они… Охарактеризуйте это описание, которое у вас было, сформировалось к мужчинам. Да, я помню, что папа пил, не знаю, когда это началось, я помню, в какой степени происходил, но я знаю, что просто больше и больше, все сильнее и сильнее со временем. И, соответственно, они с мамой очень ругались. И он тоже поднимал на нее руку. И вот с того момента, вот именно, что папа обижает маму, у меня, естественно, была, ну, можно сказать, ненависть к нему. Хотя я его очень сильно отбила, очень. Но уже начало появляться неуважение. То есть папа, вот этот уважаемый человек, которого я всегда слушалась, который являлся для меня авторитетом, и вот он так поступает, он обижает мою родную маму. И вот тогда зародилось неуважение, что вот пьянка и браки. И потом со временем также смотрела на братьев, которые тоже пили, которые, по крайней мере, один там тоже в семье своей тоже обижал свою жену. И я вот думала тоже точно так же, что это мой родной брат, я его люблю, ну, как бы безусловно, потому что он мой родной брат, каким бы он ни был, я все равно его люблю. Но у меня эта любовь была на уровне с ненавистью, вот это просто разном, больше не меньше. Так, можете сейчас подвести итоги, сказать, что вы думаете именно сформировало вот ваше такое отношение негативное к мужчинам в вашем детстве? Да, это поведение моих самых родных людей, которых я изначально любила и уважала, безусловно. Их поведение спровоцировало в уме понимание, что все так себя ведут. И конкретно? Точнее, ну, даже не все, но если вот человек пьет, позволяет себе лишнее, а в моих отношениях мужчины тоже пили, то у меня сформировалось такое понимание, что вот они нехорошие. А что именно, можете вспомнить, что именно вот, что именно было триггером вот этим, который сформировало вот это негативное отношение к мужчинам такое? Что такого именно происходило, что ведь тем более вы сказали, что вы папу любили. Какие у вас были отношения с папой до того момента, когда начались вот эти отношения нехорошие у папы с мамой? С детства помните? Когда вы первый раз помните отношения с папой? В каком возрасте вам? Сколько вам лет было? Чем плохо помню детство? Плохо. Детство это какой возраст у вас? Вот я только и помню, начиная с детства пяти. И то очень мало. И что помните вы с этих пяти лет? А я помню, что папа меня очень любил, но был строгим со мной. И чрезмерно строгим, он никогда меня не наказывал. Этим занималась мама, если ну, то есть ругала мама меня. А папа мог сказать одно слово, и я все уже понимала, все. Отлично, так это должно быть прекрасно. Это было, да, именно уважение, что мне достаточно было сказать одного слова. Это о каком возрасте вы помните было такое? Ну вот в принципе уже со школьного возраста где-то восемь, десять. Хорошо. И вот тот период, вот этот период, вы помните отношения у вас какие были с папой? До того, как вы помните, что началось у вас десять лет, вы видели сцены, когда папа с мамой ругаются, папа маму бьет и так далее. У вас начали сформироваться негативные отношения. До этого момента какие были отношения с папой, его ощущения к нему? У нас никогда не было близких отношений, я с ним мало очень общалась. Но он всегда стремился со мной поговорить, но вот именно что он делал, это уже в выпившем состоянии, и меня это напрягало. То есть он хотел добиться моего внимания, моей любви, он мне чему-то учил, говорил, как там нужно что-то делать. Ну то есть пытался проявлять себя как отец, давал такие наставления, установки, как он говорил, как я должна себя вести. А я уже это не воспринимала, потому что меня очень удивило, что он пьяный. Отлично. Хорошо. Какой вывод, к какому выводу пришли, что вы сегодня можете сказать, что для вас вот этот опыт детства дал сегодня, когда вы наблюдали такую картину своих братьев и своего папы с мамой отношения? Как вы думаете, с высоты сегодняшнего полета, какая информация, какой сигнал шел для вас? Сейчас я понимаю, что, ну, мне сейчас очень жаль, что я не общалась с папой, что я не взяла ему побольше времени внимания. То есть если бы вы общались больше с папой, то что бы это вам дало? Когда я смогла бы понять его. Отлично. Я бы смогла научиться понимать. Все правильно. То есть для того, чтобы правильно общаться с, как говорим, да, возьмем на простом примере, кухонный комбайн. У вас есть multifunction kitchen machine. Кухонная машина, которая делает все, что вы хотите. Но если вы не прошли инструкцию для управления, общения с этой техникой, то вы не получите все того, что нужно от нее. Верно? Вам нужно, чтобы она сок вам делала. И вы не туда жмете, не на ту кнопку тычете. И говорит, собака, ты же знаешь, что ты должна делать, знаешь, что умеешь. И ты бьешь ее палкой и туда, и отсюда, и пинками, и оттуда пытаешься сделать. А она раз, бум, и сломалась. И бум, взорвалась. И папа все время хотел оживиться мне, говорил о том, что его обижают мам. Но я это вообще не воспринимала, я не верила этому. Я думала, знаешь что, это ты ее обижаешь, а не она тебя. Я-то не видела, почему, не понимала, почему эти все ссоры происходят. Что изначально папа был военным, потом главным добытчиком, таким конкретным, серьезным. А потом все поменялось, когда переехали в другую страну, когда там вообще не было денег. И когда все пошло не так, как он хотел, он всегда говорил, рассказывал свои мечты, планы. И получается, что у него ничего не получилось издуманного. И тут вот его жена начала... А как вы думаете, почему у него не получилось то, что он задумал о себе? Ну, теперь я понимаю, что из-за того, что его жена, моя мама, не поддержала этого. И тянула одеяло на себя, вместо того, чтобы тот же бизнес начать под руководством папы. Славы! Просто ему помогать, поэтому... Да, отлично! Здорово! Я думаю, на этом мы остановимся. Я думаю, что вам есть пища для размышления, для следующих шагов, которые мы будем проходить в практике принятия. Мы сейчас поселили зернышко, пробудили вашу осознанность о том, что все есть причинно-следственная связь. Да? И что вы потом подумали, для чего вам нужен был этот урок, который вы проходили со своим мужем. Еще хочу вам напомнить о такой формуле, которая в моем понимании работает следующим образом. Поскольку мы знаем, что мы пришли сюда для того, чтобы получать опыт, отрабатывать долги. И для того, чтобы понять, что мы должны делать, то есть мы должны исполнить свое предназначение. И для того, чтобы понять, с чего начинать исполнять свое предназначение, самая первая подсказка для нас – это картина наших родителей, отношений наших родителей. Картина моего детства. Вот то, что я видела в детстве, до своего созревания, полового созревания, до своей мудрости, это театр, это кино, в котором я находился, была одним из главных героев, давала мне четкое понимание того, что мне нужно делать дальше, чтобы стать счастливой. Что мне делать не нужно. То есть, если я, пока у меня еще ум такой, социум не навязал, да, вот эти ценности, что такое хорошо, что такое плохо, а я руководствовался именно душой, душа чувствовала, что хорошо, что плохо, да? Угу. И вот, когда я вижу, что мне что-то не нравится, вот в моих отношениях, в том театре, в котором я находилась, и те участники, которыми я взаимодействовала, папа, мама, то, что я чувствовал, что мне не нравится, это как раз подсказка на то, над чем надо работать. Ты хочешь поменять это кино? То есть, другими словами, вам, ребенку дается кино, дается возможность увидеть его будущую жизнь, если он ничего не поменяет. Если ты ничего не поменяешь, у тебя будет вот такая жизнь. и ты будешь себя так чувствовать, ты будешь это видеть, ты будешь сталкиваться с такими людьми, и если ты ничего не поменяешь. И если ты хочешь это поменять, а, естественно, ты захочешь это поменять, потому что душа чувствует неприятных, да, больше, да? Детская боль, это не самые-то сильные. И когда ты чувствуешь это, тебе неприятно. Первое, что ты должен сделать, это начать делать все то, для того, чтобы от этого избавиться. Если ты видишь, что папа бьет маму, к примеру, на вашем случае, мне это не нравится, я должна сделать все то, чтобы этого не было. Для этого я должна осознать, а почему это произошло? А почему папа бьет маму? А почему папа начал пить? А почему брат мой начал пить? Он же не родился таким алкоголиком, да? Вот это подсказка. А потом, как осознание меня взаимодействия со своей семьей? А как ко мне относился папа? Как я к нему относилась? Что мне не хватало от папы? И вот все то, что мне не хватало от мамы? Что мне не хватало от брата? И вот все то, что вам не хватало, всего того, что вы чувствовали, что оно негармонично, вам говорили, например, что, допустим, вы там упрямая, ты черствая. Допустим, папа говорил вам, что, или, может быть, вы понимали, что вы не могли проявить к нему сочувствие, сострадание. Напомню, что это одно из важных энергий женщины. Это сердечная чакра, да? Чувство, безусловно, любви, умение понять человека, чувство проявления понимания человека. И вот то, что вам говорили в детстве, чего обращали внимание мама, папа, друзья, близкие, соседи, и говорили не один раз, что ты такая, ты там упрямая, ты там бессердечная, или ты там злая, или что-то еще такое, да? Или ты, наоборот, ты умная, ты ответственная, ты напористая. Вот то, что вы понимали в тот момент, что вам не хватало для того, чтобы быть гармоничной, счастливой, в моем понимании, это именно то, с чего надо начинать работать. Вам не хватало счастливых отношений между отношениями на примере родителей, папой с мамой, гармонии отношений папы с мамой. Верно? Да. Вот это первая задача, что я должна, это моя одна задача, я должна построить, научиться строить гармоничные отношения женщины с мужчиной. Угу? Да. Окей. И так далее. Все то, что вам говорили, что вас не хватает. Говорил папа, что я там бессердечная, да? Я не могу просочувствовать человеку. Это значит, что мне нужно научиться это делать. Ну, мне в принципе не говорили ничего такого. Вы понимали. Ну, может, вы не всегда говорите именно словесно, вербально, да? Мне только говорили, вот как бы упрекали меня тем, что я не общаюсь, что я не позвоню, не подойду, не поделюсь, что я все к маме. Что, что, какая? Я все к маме, делюсь всем с мамой, решаю. Ну, вот о чем это говорит, то, что я не позвоню, я не подойду, то есть нет внимания, нет проявления любви к мужчине. Правильно? Да. Так это то, что нужно. А когда у тебя нет любви, значит, у тебя что тогда есть? Либо безразличие, либо ненависть и агрессия. Потому что у нас много энергии. Да, я думаю, что папа тоже чувствовал от меня вот это неуважение к себе. Конечно, конечно. Естественно, его реакция к вам была соответствующая. Когда вы маленькая букашечка, да, к которой он нянчился и любил, и Лили Эл начала огрызаться, то есть потеряла роль, помните волшебную формулу? Ну. Любимой дочери. Формулу любимой дочери вы не освоили. Соответственно, вы не получаете все того, что вы хотите от мужчины. Формула счастливой женщины заключается в том, чтобы быть в роли любимой дочери. И тогда все, что вы хотите от мужчины, получать, вы получите эту формулу поведения любимой дочери вы не освоили в детстве. Верно? Угу. Да. Значит, что нужно делать? Делать. Нужно эту формулу освоить. Это самая простая подсказка. Формула любимой дочери. Это, чтобы иметь отношение хорошее с папой, а для того, чтобы освоить все навыки женских премудростей, я должна быть любимой дочерью. Да? Да. Откликается? Да. Отлично. Ну вот, это был такой краткий экскурс ваше прошлое, для того, чтобы осознали, что вы имеете сегодня. это результаты ваших... Сегодня это плоды ваших семян, которые вы посадили в детстве. И принесли, естественно, с прошлой жизни, потому что то, в какую семью вы пришли, и те условия начальные, которые у вас были, это то, что вы могли купить на свои благочестия, сколько у вас было денег, да? Образно говоря, которое выражается в уровне благочестия. Это то, что вы могли, какую семью вы могли купить, какие начальные условия вы могли купить для того, чтобы начать свой новый опыт. Покупаешь ты кроссовки суперновые, знаете, либо ты в лаптях, либо ты вообще босиком. Но бежать-то все равно надо, марафон длиной в жизнь. Да? Это самое важное. Это вот я посадил сейчас зернышко для следующего вашего шага, который будет у вас шаг принятия. Шага принятия. Хорошо. Итак, в этой связи продолжаем дальше. В связи с тем, что у вас было нехорошее, вот вы получили на уровне подсознания, получили и сознание, получили такой опыт, начиная с детства, где у вас формировалось неуважительное отношение к мужчинам. И она начала проявляться, засела в него внутрь, она начала фонить, как радиация, проявляя себя во всех ваших отношениях с мужчинами. Начиная от просто школьников, однокурсников, одноклассников и заканчивая близкими людьми. Правильно? Да, я встречала своих одноклассников. Да, естественно, Куда же им деваться? Куда же им деваться? Гнобила, гнобила сто процентов, гнобила, очень сильно гнобила. Да, вот видно, что я гнобила, и даже вообще, через 10 лет встретила своего одноклассника еще с первой школы. Он весь такой влюбленный в меня говорит, «А ты знаешь, я тебя когда-лил, а ты, ты меня так и видела». Я говорю, «Я даже этого не помню». И мне жутко снынно стало. Что ты сказала, когда он что делал? Что он меня всегда любил, а я его жутко видела. А я этого даже не помню. И мне, конечно, было очень снынно. Конечно, как я могу помнить, как я обижала мужчин, когда я на это не обращал внимания. Это для меня было нормальной формой общения. Верно? Я даже об этом не могла подумать, что я могу их обидеть. Нет, конечно. Потому что это нормально. Они этого заслуживают. Они этого заслуживают. Хорошо. Итак, и мы дошли к тому, что у вас появилась огромная обида на мужчин. И эта обида настолько развилась за все эти годы, начиная с детства, что она испортила вашу жизнь. Так я понимаю? Да. Скажите, пожалуйста, быстренько, как эта обида испортила вашу жизнь? Как она начала проявляться в вашей повседневной жизни? Что вам не хватало? Что вам не хватает? Красивая, молодая девушка, спортсменка, активистка, комсомолка. Красавица просто. не только красивая, умная, ответственная, энергичная, образованная. У вас есть все. Я не могу привлечь к себе мужчину, потому что я изначально его не уважаю. Я не могу из этого построить семейных отношений. Ну, наверное, это еще так же сказано не только в отношениях, в семейных, близких отношениях, наверное, так же и в повседневной, реальной жизни тоже, да? На уровне дружбы, коллег. Можно сказать? В меньшей мере, да, это влияет, но в меньшей нет. Ну, в меньшей, потому что меньшая соприкосновение, уровень, меньшая площадь соприкосновения. А, да, конечно, конечно. А тут только привет-привет, а с мужем и привет, и пока, и здрасте, и спокойной ночи, и доброе утро, и приятного аппетита, и так далее, да? Да. Замечательно. Итак, осознав эту сложность, которая у вас была, вы пришли к выводу того, что вам нужно освободиться от обиды, которая мешает вам счастливой жизни. Правильно понимали? Да. И вы сделали все очень правильно, поскольку в технологии развития семейных отношений, этапах развития семейных отношений, которые мы обучаем на нашем тренинговом центре Green Mind Life, это я сейчас делаю только рекламу, вы понимаете, да? Какая тонкая ненавязчивая реклама, Green Mind Life Тренинг Центр, и Видар Дейт, искусство отношений к благости, где мы помогаем вам строить отношения к благости. Мы соединяем сердца и души этично, экологично и целомудренно на нашем фестивале Видар Дейт, в нашей программе Видар Дейт мы обучаем вас, как правильно строить отношения к благости. И этапы развития отношений, они стоят из того, что сначала нужно обнулиться. Когда у нас есть обиды, у нас есть претензии к жизни, к прошлому отношению, мы находимся в минусе. И нам с этого минуса нужно обнулиться, выйти на ноль, на стартовую площадку. Или внизу, минус, надо обнулиться, чтобы потом подняться вверх. И вот это обнулиться, убираться, избавиться от минуса, избавиться от этого прошлого. Обрезаем чик-чик-чик-чик. Так. Прошлое. Это как раз нужно избавиться от этих обид. Обиды это как раз есть тот якорь, который держит меня в прошлом. И я не могу вернуться в баланс, быть здесь и сейчас, быть устойчивым, равновешенным, сбалансированным, чтобы начинать наполнять себя свой сосуд новым содержанием. благости. Наполнив себя, став самодостаточным, я начинаю изучать партнера. Да? Да. Если, как у вас было в детстве, вы закрылись, вы не вникали глубоко в проблемы мужчин, кто такие мужчины, как они общаются, почему папа пьет, почему он зол на маму, почему он бьет маму, да? Не изучая это, я не понимаю мужчин. Если я мужчин не понимаю, не изучаю, потому что я их не изучаю, как же я могу построить, даже став самодостаточным, наполнив себя, как я могу построить отношения гармоничные с мужчиной. Если я не знаю, кто этот комбайн, дали тебе этот комбайн, а инструкции применения-то нет, не читаю. Верно? Да. И поэтому по нашей технологии, что мы и делаем, мы избавляемся от прошлого бреза, мы наполнили свой сосуд, то есть тем самым мы очистили свой сосуд, это грязь, и спустили все, омыли все. Затем мы начинаем наполнять свой сосуд благостью, наполнилась у меня независимые источники пополнения моей энергии, самодостаточные как единицы. После этого я говорю, что я уже цветочек, я цвету, вот она я, счастливая, красивая, умная, спортсменка, комсомолка, активистка, все у меня есть благостное. Теперь я хочу найти себе половинку, найти свою короля. Я должна ее начинать изучать, кто такой король, какого короля я хочу, кто такие мужчины вообще. Да? Да. А затем я изучаю взаимоотношения. Вижу, комбайн есть, много функций, да, классно, мне рассказали, классно, вот, он и то делает, и это, все, что хочет, и любит, и обнимает, и целует, и защищает, обеспечивает тебя, и в духовности ведет, все. Теперь надо научиться на какие кнопочки, когда нажимать, и как нажимать, в какой последовательности, чтобы получить то, что я хочу. Изучаю взаимоотношения с мужчиной, как это делать, правильно. И вот сегодня вы, поздравляю вас, вы на этом очень важном этапе, этапе очищения от прошлого. Очищение от прошлого, когда вы очистили от прошлого, тем есть, очистились полностью, есть благоприятная основа, начало, наполнять себя благостью. Но это будет следующий этап. Сейчас мы на этом самом нулевом этапе, самый важный нулевой этап очищения от прошлого. И вы начали практику прощения, освобождения от прошлых обид, с чем я вас еще раз поздравляю. и вы прошли уже, начали первый этап, этап выветривания. Расскажите мне, пожалуйста, сейчас, что, сейчас мы пойдем с вами рассмотрим, что у вас произошло на этом процессе, проанализируем, что нужно еще сделать, чтобы закончить первый этап выветривания, да, физического, эмоционально-энергетического, и чтобы мы могли перейти уже на следующий этап, этап продолжения этого первого этапа выветривания. Скажите мне, пожалуйста, теперь, что вы уже сделали для вот освобождения себя от этого негатива, очищения, и какое ваше состояние сегодня? Пожалуйста. Что вы мне уже сказали, что что-нибудь говорить на камеру, мне стыдно. Это правда, да. Ну, камеры, камеры нет, камеры вас не снимают, только меня, никто не знает даже вашего имени, но... Я часто так поняла, что мне нужно говорить, а мне стыдно. Это хорошо, я потом, я вам уже говорил, почему стыдно, да? Потому что я улыбаюсь и закрываюсь и чертить с руками, и не видят. И вас никто не видит, я знаю, вы узнаете, почему вам стыдно, потому что, когда вы это говорите, озвучиваете, это важная часть нашей практики прощения, то это слышит ваша душа, да? Душа слышит, душа слышит, и она... Она не верит, что... И ей стыдно, это классно, это... Поздравляю, я вас поздравляю, вы уже в процессе очищения, потому что, когда раньше-то меня совесть-то не грызла, раньше-то она меня не грызла, я и говорила, и делала, и чувствовала, и думала, нехорошая, и нормально себя чувствовала, все было хорошо, все классно, все мужики какашки, а? Все, и было классно, вы уже с тебя стесняетесь, вам уже стыдно, здорово, это очень хорошее качество, пробуждается, супер. Ну, чтобы, как в обществе алкоголиков, для того, чтобы от этого избавиться, нужно признать, что она у меня есть, да? Признать, что она у меня есть, и когда я призналась, во-первых, большое уважение к человеку, которые... Только сильные люди могут признать, что они слабые, что у них есть какие-то проблемы. Когда ты признаешь, значит, ты уже готов очищаться, ты в процессе этого, готов идти, очищаться. Если ты прячешь, говоришь, там мне, все нормально у меня, значит, ты никогда его не будешь работать, ну, никто же не видит, что, да, я сам не признаю меня, нет, все нормально у меня, я не алкоголик, да, как алкоголик, он говорит, я не алкоголик, он не может понять, что он... Или он не говорит, я не алкоголик, когда он от него излечится. Поэтому, вы молодец, вы уже прогрессируете, поэтому расскажите вашу историю, что вы уже сделали, для того, что мы сейчас определили, куда идти дальше. Наша задача сейчас, все, что до этого было, это была предыстория, мы понимали, что у вас происходило, и сейчас, выйдя на старт практики прощения от прошлых обид, вы сейчас расскажите, что вы сделали, что у вас было, и мы выберем с вами следующий этап, следующий шаг, что нужно делать, для того, чтобы до конца очиститься. Мое физическое вымерзывание было по-моему, с моим физическим, то есть, интересным. Я вообще без разумия понимала, что я хочу не выкричать, а выбить из себя, то есть, физическую силу положить. Но, я так понимаю, это было связано с тем, что было физическое насилие над мной, и мне тоже хотелось, видимо, как отомстить, так же. Око за око. Ну, да, и дело в том, что мне не хотелось кричать, плакать, потому что я этого уже делала тогда в отношениях, я очень много плакала и кричала, собственно, что я и делала. А вот сейчас я просто нашла это древно в лесу, которое било, упавшего, крошило ветки, просто все, что находила рядом, все, все, маленькие и большие. когда заканчивались рядом, я садила просто по всей территории доступной, собирала, тащила все к этому бревну, моему целевому, ну, протокит моего обидчика, и об него все это ломало и ломало, но уже все высказывая, проговаривая, за что я хотела, вспоминая все ситуации, и самое главное, что сначала я избавилась, как бы отомстила за физическое насилие, а потом я уже пришла и осознала, что меня больше обижало, ведь даже не физическое, а вообще мышление ко мне, вот такое человеческое. То есть непринятие меня, так я понимаю? Да, да, да. Непринятие меня, такое, какое есть. Да, я уже вот за это начала мстить, и высказывать свое вот это презрение именно, и неуважение опять-таки вот к нему, что вот он так поступал, вообще как он жил, как он поступал в отношении не только ко мне, а вообще ко всем окружающим. То есть ему получилось и в этом. Ко всем окружающим? Да. А что было плохого в его отношении ко всем окружающим? Вы видели? Вчера я-то осознала, что он, мой лучший муж, он избивал свою маму у меня на глазах. То есть это такое самое значительное. Меня тоже очень расстраивало и обижало. Окей, паузу сделаем здесь. Хотите, как вы думаете, почему он это делал? Почему он проявлял агрессию по отношению даже к своему близкому человеку, маме? Ну, тогда я это понимала следующим образом, что его отец, я не знала его отца. Не, не, сейчас, сейчас, как вы сейчас так понимаете, тогда это уже не важно. Сейчас. можно пересмотреть. Вам нужно с точки зрения сейчас, потому что мы сейчас работаем, и сейчас это все для того, чтобы освободиться от обиды к вашему мужу, правильно, бывшему? Да. Сейчас я думаю, возможно, чтобы мне показать, что если его не будут слушать, не уважать, то он будет вот таким вот образом хорошо, это было хорошо, что еще, какая еще метафора, что вам еще сегодня, с точки зрения сегодня разбираем сейчас это. Что, что? Это уже то, что я сегодня понимала, а я этого не понимала. Так, вам тогда, то есть вам, вот это отношение его к маме, оно вам показывало, что если ты не будешь меня слушать, что с тобой будет, правильно? Да. Хорошо, что еще вы думаете, это могло значить? Когда мужчина проявляет такую агрессию к самому близкому человеку, мама, это святое считается? Да. Как вы думаете, когда мужчина проявляет такое неуважение, такую агрессию к женщине, к самому близкому святому человеку, мама? Ну, когда он недоволен своей жизнью, когда у него обиды на детстве и на родителей, у него были огромные обиды. На родителей или, если конкретно на родителей, в данном случае, он папу тоже бил? его папа делал маму, это точно, если же как бы модель это, а его, ну, по-моему, тоже, да, то есть, там очень большая обида на отца. то есть, я понимаю, правильно понимаю, что у этого мужчины, у этой души было очень большая, большие обиды, его над ним, ему не дали любви, его издевались над ним, ну, скажем, его били, да, его били, ему не давали любви, можно сказать так, да? Давали любви, да, потому что у него было очень тяжелое место. Отлично, то есть, теперь смотрите, вот вы видите, представьте себе маленького ребеночка, да, который с детства не любили, били, не уважали, и в семье была такая обстановка, вся, без любви. Я искал любви, но я ему не дала полный умница, отлично, то есть, ему нужно было, то есть, мама ему не дала, папа ему не дал, и это его задача, научиться, а его задача научиться любить, принимать людей, чтобы тебя любили, научиться любить других. Это его задача. Ну, вам не важно, какая его задача, вам важно, какая задача у вас, да? Поскольку я отвечаю за себя, я меняю мир, начиная с себя, а не меняя других. Это правило, да? Итак, мне попался очень хороший тренер, судьба подбросила, человечка, который очень хороший, он нуждается в любви, а у меня это любви, нету, блин, ха-ха-ха-ха, классно? Ему нужна любовь, чтобы сделать меня счастливым, а у меня любви-то нету. Самое главное, я это знала, я знала, о его несчастливом детстве, о его вот этих комплексах даже, даже комплексов его обида, я тогда осознавала, что я должна называть ему любовь, то есть я вроде как и старалась это делать, но я же не умела. отлично, и что это вам, о чем это вам говорит? О чем это говорит? Надо научиться. Что вам нужно, оглядываясь назад, что вам нужно было научиться, это же ваш тренер, помните? наши партнеры, семейные отношения прежде всего, это наши тренера. Он четко показывал, дорогая, что тебе нужно было, тем более, что я просила, когда было в первых отношениях, да, мне нужен мужик пожестче, потому что с тем, с первым, я не захотела сделать из него мужчину, да, в первых отношениях, то есть мужчина, как бы, когда бегал с вами на лапах, да, был, вам нужно было, что его, поднять его мужское достоинство, короля из него сделать, а это как раз то, что вам задача, когда, да, мама-то ваша не делала с папой короля, она его угнобила, вы продолжали то же самое, то есть тот урок, он говорил, что будешь продолжать так делать, у тебя будет такое же кино, что было у папы с мамой, и это кино у вас продолжалось, правильно? Да. То, что видела в детстве, ничего не сделала, получая это кино на всю жизнь, длиною в жизнь, и каждый раз новые актеры все сложнее, сценарий все сложнее, сложнее, сложнее. Да. Понимаете, да? Да. То есть, насколько творец все создает вот так, гармонично, что ты получаешь именно то, что тебе наилучшим образом надо, у тебя нет любви, у тебя нет внимания, ты не научилась мужчин, не изучила мужчин, ты не внимательно к нему, ты не сердечно, и это твоя задача, тебе это нужно научиться делать. И вот попадается прекрасный партнер, который очень нуждается в этом, ему это нужно, как раз, и у тебя есть возможность научить его, то есть, ты тренер, он ученик твой, он готов, дай ему то, что ему нужно, и он расцветет. дай ему любви, у него нет любви, у него потребность в этом, ты должна ему, хоть, дать ему эту любовь, но тебя, ты не знаешь, как дать, как раз, твоя зона роста, научиться, получать, и давать эту любовь, да, наполнилась сама, а потом избытки даю, пожалуйста, дорогой, у меня на женской любви сколько хочешь, безусловной, сердечной, чувственной, и безусловной, если бы я ему дала эту любовь, как вы думаете, поменялся бы он? Да, конечно, сейчас я вот как раз вспоминаю те моменты, когда я его видела в своих глазах просто маленький мальчик, он беззащитный, которого мне очень хотелось жалеть и вот окутать все эти свои любови, но вот только дело, что я не сумела этого сделать, хотя мне этого очень хотелось. Ну, поздравляю, вы осознали это хоть сейчас, это уже хорошо, лучше позже, чем никогда. Вы еще в этом теле, у вас есть возможность отработать свои задачи. Помним, что те задачи, которые я получил на примере своих родителей, в детстве, это первая задача моя, да? Причем я понимаю, что это только стартовая задача, это только начало, чтобы выйти на старт, на старт и бежать марафон длиною в жизнь. Бежать все равно придется, никуда не денешься, будешь бежать, в чем пришла, ты видишь, у тебя кроссовок нету, ты должна была к старту их приготовить, найти кроссовки, развить выносливость, любовь себе развить, да, в этом случае, узнать, кто такие мужчины и как с ними взаимодействовать в процессе этого марафона. Я это не изучила, хреново. Вот это не будет тебе помощник, тебя будут гаркать на тебя, будут обижать, будут толкать, но марафон бежать все равно придется в этой команде. Да. Итак, подведем итоги. То есть, вам из отношений в отношения попадались прекрасные партнеры, которые наилучшим образом, в моем понимании, создавали вам условия для того, чтобы вы могли развить и проявить то, что вам нужно было проявить в первую очередь. Верно? Откликается? Да, конечно. Отлично. Отлично. Как вы думаете с сегодняшней точки зрения, с вашей мудрости, что вы сегодня, что вам нужно сегодня делать для того, чтобы выполнить вот эти первоначальные условия, которые вам были поставлены с дачи в вашем детстве? Начать с любителя, уважения к мужчине. Уважение, развития мужчины. И как вы думаете, это можно начать делать? С чего начать, чтобы это делать? начать с самого сложного. Что-что? Можно начать с самого сложного. Самого сложного. И что самое сложное? Сложное у меня это принять моих братьев. Ваших братьев? Угу. А папа, что с папой? Папа у вас в этом теле еще? Нет. Папа покинул тело. Угу. А с папой не хотите пообщаться? Ох, это очень сложно. Но вы понимаете, что это как раз оттуда надо начинать, да? Папа. Сейчас у вас большая претензия к мужчинам. Начало это папа, потом братья, да? Потом мама. Да? Да. Хорошо. Это я вам осознанно сейчас пробуждаю осознанность, чтобы вы понимали, что вам нужно делать дальше. Да? Но поскольку мы начинали, по-вашему, мы должны были начать с самой большой обиды и самая большая и свежая обида у вас это сегодня к вашему бывшему мужу, да? Да. Поэтому, вот закончив эту обиду, работу с мужем, я думаю, что вам не будет составлять трудности потом проработать это все со своим папой. Помним, что папа это второе звено вашей цепи рода до седьмого колена. Папа и мама, да? По мужской линии, по женской линии. Да? Да. И если вы не уважаете папу, если вы его не любите, не принимаете, то, соответственно, вы всем звеньям в цепи, да? Всем звеньям в цепи, все взаимосвязаны. Вот вы первые. Вернее, вот это вы первые, да? Потом идет второе папа по мужской линии. И вы его не уважаете, то нет благословения, да? Нет соединения. Нет. То цепочка прерывается, нет соединения. Вы не можете получить благословение энергию следующего мужского линии, от следующего мужского рода вашего, да? Да. То есть очень важно получить соединение, простить, получить благословение от своего папы. Да? Да. По мужской линии. Ну, а потом дальше. С братьями, с дедушкой, с прадедушкой и так далее. Даже если вы их не помните, задача какая? Получить благословение. Тогда вы всю эту мужскую энергию, защиту, а это что такое? Защита, это любовь, да? Это обеспечение. Все, что мужчина дает, мужская энергия, вы получаете, начиная через папу. От своего рода, да? Вот, борода, да? От рода получаем снизу вверх. Когда вы научились, там есть поддержка мужского рода, тогда вы, у вас не будет вообще никакого труда, это будет естественным образом получить эту поддержку от своего мужчины сегодня. Откликается? Да. Отлично. Хорошо. Итак, давайте подведем итоги, о чем мы сейчас говорили, что вы для себя поняли, чтобы двигаться дальше. мне нужно закончить практику прощения, то есть избавиться от обид на большего мусора. что еще, что еще? Скажите все, что вы сейчас подведем. Мне нужно понять, что я являюсь причиной того, что меня обидели, то есть причиной своих обид. являюсь я сама. Вам нужно понять, а может вам не надо понимать, зачем вам нужно понимать это? Может вам не надо понимать, может я не есть причина обид, почему я должна это понимать? Я классная, я нормальная. Нет, так я уже это понимаю. А, вы уже понимаете. Вы говорите, мне нужно понять. В нашем разговоре, я вам не говорил, что вам нужно это понять, но если вы сами пришли к этому, это здорово. Я уже это понимаю, что я являюсь причиной. Это уже по-другому, а то мне нужно понять. А нужно, это значит что? Это сопротивление, когда мне что-то, я должна кому-то, сопротивление, разница между тем, что я должна или я хочу. Я не понимаю, и мне тут нужно полностью принять это. Умом и дышом. Окей. Отлично. Что еще? Что еще вы... Подведите итоги. Что еще вы поняли из того, что мы проговели с вами за 70 минут? Я поняла, что... Так, обратная хронология, можно сказать. Что, где я сейчас являюсь, то, где я сейчас нахожусь, какой я вообще являюсь, это спровоцировано моими отношениями первыми, вторыми. А соответственно, как я себя сладко, как отношения, было спровоцировано еще моим детствам. То есть, та модель семейных отношений и уже мое сложившееся отношение к моему первому мужчине, к моему папе, оно уже повлияло, наложило отпечаток на мое отношение к семье в дальнейшем. И когда мне давали мужчину для того, чтобы подработать, чтобы научиться любить, научиться уважению и смене, то я, наоборот, встречала своего генерала и абсолютно не хотела ничему учиться. Хотела только, чтобы у меня любили, хотела получать любовь, ничего не давая взамен. мне пришел такой классный ученик. Он говорит, научи меня, дай мне любви, научись любиться, научись любить. Мне нужна любовь, дай мне ее. Мне нужно. А я такая, что, тебе любви еще? Меня самой не хватает. Да, мне, может сказать, прямым текстом заявляли, что я требую любви, потому что мне вообще не дали в детстве. Это то, что мне больше всего нужно. А я все равно не смогла этого дать. Потому что я не училась там. Главное сейчас не развить в себе комплекс вины. Неполосальности и вины. Вы понимаете, что это мы учимся. когда у тебя нет знаний, ты не знаешь, что делать. Если ты не знаешь, что ты должен делать, как ты будешь что-то делать? Как ты можешь винить себя за то, что ты не знал, что нужно делать? ты понимаешь, вы понимаете это сегодня, это уже прекрасно. Многие люди всю жизнь проживают и ни одну жизнь не знают этого. Сколько миллионов людей, сотни миллионов, может и миллиарды, даже не миллионы, миллиарды людей даже не знают то, что они, как нужно жить в этой жизни, что такое предназначение, для чего я в этой жизни пришел вообще. Даже говорить об осознанных людях, не говорю там люди, которые вообще находятся на уровне трех первых чакр выживания, а даже люди, которые уже имеют возможность выше подняться, осознать, что ты есть душа, сколько из этих людей не знают. Так что вы должны радоваться, что у вас есть возможность такая, вы счастливы, повезло вам, в этом жизни уже есть возможность. Да, я это очень счастлива. очень здорово. Продолжайте. Что еще? Что вы сказали? Что дальше? Дальше еще подытожить или что дальше делать? То, что вы сделали, то, что вы уже сделали. Расскажите то, что вы уже сделали. хорошо, давайте я быстренько продолжим этот вопрос и мы пойдем дальше. Итак, вы начали практику прощения, вы начали от практики прощения осознав то, что вам нужно избавиться от обид, вы начали практику прощения и вы прошли уже начали первый этап физического выветривания. Быстренько давайте расскажите мне сейчас об этом, что происходит у вас на физическом выветривании, что произошло, что вы себя чувствуете. То, что мы говорили до этого, это вам зернышко для того, чтобы вы поняли, что делать дальше, какая моя конечная цель. сейчас мы работаем скорой помощь, нам нужно, поскольку обида у нас была, есть обида физическая, нам нужно от нее избавиться, и мы хотим помочь избавиться от нее, просто выветрить ее, позволить эти эмоции, которые у нас были, которые мы получили, и через те каналы, которые мы получили, мы им позволяем выходить, мы избавляемся для того, чтобы потом очиститься и наполнить новым содержанием через принятие. сейчас мы работаем именно скорая помощь, именно выветрить очищение, мы просто физически выгребаем этот мусор, который там нагребся в нашем сосуде, мы просто его выбрасываем. Да? Ну, я не понимала... То есть стакан выгребаем оттуда, чтобы там все чисто было. Да. Я не понимала, так как я не понимала, чем я служила такое отношение к себе насилие и с собой. Я этого не могла никак понять, как этот человек говорит, что битер меня бьет. Я никак не могла этого понять и принять, и мне хотелось отомстить за это. Отомстить тем же. Отлично. Хорошо. Итак, вы делали первый шаг это физическое выветривание. Расскажите мне, пожалуйста, что на сегодняшний момент, быстренько расскажите вкратце, что вы сделали и каково сегодня состояние вот на этот момент, чтобы мы понимали, что делать дальше. Что я сделала? Что вы уже сделали? Да, что вы сделали, расскажите, чтобы было понятно. Я выбила из себя всю эту боль и обиду. Я вспомнила каждую ситуацию, начиная от физического насилия и заканчивая психоэмоциональным давлением и каким-то неуважением это мне. И я все эти ситуации проговорила и именно выбила. Уже вспоминая, ничего не помнить, ничего не чувствовать даже. Выбила из себя вот эти состояния, те эмоции, которые у вас были. Так я понимаю, да? Да. Те эмоции. То есть вы выветрились от тех эмоций, которые были. Замечательно. Окей, скажите мне, пожалуйста, как вы чувствуете себя сегодня? Что у вас сегодня? Ощущения какие? Вот я чувствую, что у меня нет уже боли и обид, нет вот этих негативных эмоций, вот чувствую пустоту, которую очень-очень хочется заполнить уже позитивом. Те находиться очень тоже некомфортно. я понимаю, что я хочу простить искренне, душой принять все это и пожелать человеку уже всего наилучшего отпустить его полностью. а вы от ума говорите. Мне сейчас нужно, очень важно, чтобы вы мне рассказали о своих чувствах. Мы сейчас с вами анализируем ситуацию после прохождения вашего первого этапа выветривания. Мы сейчас снимаем дело на анамнез для того, чтобы знать, в каком состоянии вы находитесь, чтобы выбрать для вас следующий шаг. Понимаете, да? То есть, есть общая схема у нас, но индивидуальная ситуация каждая разная, поэтому мы сейчас хотим выбрать, что именно вам, с чего вам именно начать. По общей схеме вы знаете, что у нас должен быть. Какой следующий этап у нас должен быть? Скажите просто по общей схеме. Вы уже изучили схему. Что должно быть следующее после уветривания? Я не изучила в этом канале, чтобы вы ответите, что конкретно было. Плана нету. Вера, к вам домашнее здание. В этой связи домашнее здание, которое у вас уже было и вы должны были сделать. У вас должен быть четкий список от начала до конца, что, как вы видите, схема, что мы должны делать. И с основанием этого видео, того аудио, которое я, где записано у вас полное два часа, как идет схема очищения, там все шаги сказаны. Вы должны прописать эти все шаги. И то, что мы говорили с вами на первом нашем сессии, да, мы с вами говорили, сколько у нас время было? Три часа, да? Да, но мы просто не разбирали по шагам. Я понимаю, нужно отталкиваться от этого мастер-класса, да? Это четкий план, это четкий план, который вы должны видеть на каком этапе. И мы сказали, что это у нас из трех блоков, да? Первое, уветривание, второе, принятие, и третье, это просветление. Окей? Да, и потом научиться не обижаться в треть, чтобы... Это да, это на уровне просветления уже, да. Окей? К этому еще дойдем. Соответственно, сейчас мы находимся на первом уровне, уровне выветривания. Итак, следующий этап по схеме у нас идет, это мы пишем письма. Так, первое было выветривание, второй шаг, это пишем письма. То, что еще осталось, то, что у нас еще осталось, то, что еще хочется, то есть физически я выветрился, покричала, побила, то, что делал, да? А сейчас у меня осталось, что-то есть еще, что-то хочется сказать. Я должна написать эти, я должна это выразить через свои письма, говорить, писать, то, что у меня еще осталось. Скажите, что вам? Да, потом у нас будут шаги, потом идет, будет структурное, потом будет структурное письмо, конкретное письмо, сначала сумбурное письмо, я пишу просто то, что хочется, какие мысли первые приходят, то, что еще не досказала, не договорила, я выговариваю, потом будет структурное, конкретное, идет претензии, по каждому случаю еще дописать, и затем у нас, после этого уже будет адвокат, прокурор, да? это общая схема, скажите мне, говорите, я правильно понимаю, что мне нужно все равно прописать, вот, то, что я вроде как и избавилась, да, от претензии, там, в данной ситуации, мне все равно нужно ее прописать, да, еще раз. Как вы видите ее можно прописать? Нет, я уточняю, что мне нужно, то уже, что я высказала, да, ну, по физическому вредневанию, мне нужно это еще прописать, и все равно вернуться в те ситуации, тем же питанием, я видела. Как вы думаете, что это можно прописать? Как это можно прописать? Как прописать, то есть, в виде претензии, или чего-то слова? Ну, как вам хочется, вот давайте начнем с того, что вот сейчас, смотрите, вот ваше состояние, вы три дня, сколько, три дня, да, вы ветривались? Да. Три дня вы ветривались, отлично. После того, когда вы ветривались три дня, какое сейчас у вас состояние, вот на этот момент, что вы чувствуете? Я не знаю, что мне хочется теперь выдвигать мне претензию, а просто рассказать, как мне было больно, как было обидно, то есть, уже не с претензией, а так, чтобы я понял, вроде так. вот мы и говорим, как раз все, вы вписываете схему классическую, все правильно, мы сейчас пишем письма, то есть, мы сейчас ему через письмо, мы можем, пишем, вы можете так же это наговаривать, да, можете проговаривать, а лучше мы делаем и проговариваем, то есть, сейчас поговорить, да, после того, когда подрались, ну, а теперь поговорим, да, поговорить, хочется поговорить, а для чего хочется поговорить? Да, чтобы тебя поняли. То есть, высказать, чтобы тебя поняли и понять его, типа, зачем, хочется спросить, зачем ты так делал? Да, вот как после ссоры, люди разговаривают, для того, чтобы друг другу, сказать, больше не обижаться, чтобы понять друг друга, почему это было сделано, и когда ты понимаешь человека, причины его поступков, то ты уже не обижаешься. Абсолютно верно, вот это именно то, что мы сейчас делаем на втором шаге. Второй шаг, и мы сейчас, а поговорить, а давай сейчас поговорим, подрались, побились, полупасились, теперь давай поговорим. Вспомните, скажем, я не знаю, если вы наблюдали, но вы девочка, у нас у парней проще было, сначала есть агрессия, кулаки сошлись, два барана сошлись, подрались, побились, потом пар выпустили весь, потом что? Ну, поговорить. Ну, как тебе? Сильно тебя побил? Ну, ты меня вот тоже побил, ничего, ну, извини, да? То есть пар выпустился, наступает трезво, сердечно сидит. Итак, хочется поговорить, да, с ним? С чего вам бы хотелось поговорить? То, что рассказать, как вы себя чувствовали? Или спросить его, зачем он это делал? Почему он так поступал? Как вам хочется? Мне бы сначала хотелось рассказать, как я себя чувствовала тогда. Отлично, как я себя, правильно, супер, как я себя чувствовала. Здорово. Все в классической схеме идет. И так, да, все, все, все правильно. И так, мы называем это, второй шаг, это письма, пишем письма. Сберете бумагу и пишете ему то, что вы хотели бы ему сказать, то, что вы не высказали ему, то, что вы не высказали ему тогда, то, что вам хотелось тогда сказать. Начинаем оттуда, с той ситуации, да? С той ситуации, по каждой, начинаем с самой большой ситуации и каждую ситуацию, каждую ситуацию, которая беспокоила, мы по ней тоже самое по схеме проходим. Начинаем с самой больной ситуации и говорим, что вот ты тогда-то, тогда-то, в то-то время ты сделал то-то, то-то. Зачем ты это сделал? Ты знаешь, мне было плохо, мне было больно, ты забрал мою шоколадку, у меня слюни лились, я лялся рубашку, потом у меня запачкалась, рубашка уже не отмылась. Мне пришлось здесь выбросить эту рубашку. Я потом долго не могла кушать эти конфеты, потому что когда я брала конфетку, я думала, что у меня ты пойдешь, опять ее заберешь. Я себе решила сладкого. Знаешь, мне было плохо. Рассказывайте, да? Эти ситуации. и высказывайте так, как вы чувствуете. Вот пришла, вспомнила ситуацию и написали, рассказали ее. Потом вспомнила какая-то другая ситуация, тоже вы пишете. То есть, вы вспоминаете как по ходу идет вот в это состояние и такие сумбурные эпизоды какие-то. Вспомнила, сказала, вспомнила, сказала. Неважно, вы не следите, логично, нелогично, просто поговорить. Вспомнила, сказала, вспомнила, сказала, вспомнила, описала, что беспокоило. И так по каждой ситуации Отвлекается? Да Отлично Вам скажите, как больше хочется говорить или писать? Писать Писать, отлично Но мы помним, что тут халява не пройдет Надо еще будет и говорить Да, потому что помню, особенно тем более у вас Вы не очень разговорчивая в плане чувств Поэтому вам особенно нужно говорить много И вот то, что у вас сложности выговаривать себя на видео Это все говорит о том, что это то, на чем надо работать Закрыта горловая чакра И тем более, когда говорим о чувствах, я не могу сказать так Потому что чувства закрыты И нечего говорить Здесь зажато, чувства нету, что сказать Понимаете, да? Окей Поэтому ваша задача Возвращаемся в то время Там, где вы, когда вы работали, физическое выветривание было Вспоминаем опять эти все ситуации И те чувства, что вас пооставали, что вы хотели ему теперь сказать Теперь вы ему говорите Вы говорите и вы пишите Попробуйте сначала записать Берете диктофон и наговарите на диктофон Окей? Наговарите на диктофон Вы говорила Затем сажусь И тоже опять вспоминаете все ситуации И сумбурно, как они вышли Не важно, какой порядок их Мы беспорядочны Главное, что они возникают И я пишу Сажусь и пишу И хорошо, чтобы я это писала, чувствовала Я опять же возвращаюсь по той же самой схеме Я вхожу, стараюсь пропустить ту ситуацию Через все чувства Через все семь чувств стараюсь максимально Да? И особенно важно Начинаю с того канала С которого обида пришла Пришла обида через слово Значит я чувствую эту обиду через слово Да? Я слышу Я концентрирую на том, что я слышу Смакую Ту обиду, которая была Через ухо Через слово Как это слышалось Окей? Нормально слышно? Да Окей Так задействуй максимально все свои семь чувств Если это возможно Чем больше, тем лучше Чем больше Я что-то эхо слышу свое Да-то 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 Итак Наговорила Затем прописываю Потом это тоже сам пишу Пишу сумбурное Это называется Я называю это сумбурное письмо Я просто пишу Там какие-то звуки идут Алло-алло Да-да Возникают какие-то звуки Ага Как слышно? Прием Да Хорошо Хорошо Итак На аудио Наговорим на аудио Эпизодически Что вспомнила То наговорила Что вспомнила То наговорила Выговорилась Затем сажусь и пишу То же самое Вспоминаю Ситуация То есть Те же самые У вас что-то происходит сейчас с этим Со скайпом Попробуйте отключить Вы что-то поменяли Что-то там включили? Нет Нет Я ничего не помню Я сейчас паузу сделаю Мотор Да Мы продолжаем Окей Итак На чем остановились Пожалуйста Скажите Что нужно дальше делать? Письма Сумбурные письма Так Сумбурные письма Итак Делайте сумбурные письма Техника та же самая Пропускайте Через все каналы Через какой канал Вошло Через такое Должно выйти С этим понятно, да? Да Итак Наговариваем сначала На телефон На диктофон записываем Все, что я хочу сказать Затем сажусь Я продолжаю писать То же самое Пишу Да Пишу сумбурно Но максимально Пропускаю через все свои чувства Через все свои эмоции Вспоминайте ситуации Чтобы все, что у меня Эмоции были Все, что я хочу В это время Ощутить Все, что я испытывал тогда Ощущаю сегодня И на этих чувствах Я говорю то, что мне хочется сказать Понятно, да? С этим? Да То есть Вот здесь очень важный момент Чтобы я максимально воспроизвелись Поскольку наша задача Выветриться Наша задача Воспроизвести те эмоции То состояние Которое у нас было тогда Максимально близко Да? И усилить его Из мухи Сделать слона Усилить его Для того, чтобы Наполниться этим всем состоянием Этими эмоциями И полностью их выбросить Все выбросить Высказать Выговорить Сейчас мы переходим на вербалику На состояние вербалики У нас было физическое выветривание Сейчас у нас аудиальное Вербальное выветривание будет Да? Угу Вот это понятно Вербальное и через письмо Говорим и пишем Через это выветриваемся И это будет Это конечное проявление вербалика Мы говорим и пишем Но что Это наши каналы выхода Но Вход должен быть Те эмоции Которые у вас были Что входило Туда и выходит Через то Все что Все что тогда вышло у вас Да? Если у вас было физическое Вы это физическое прочувствовали Да? Вот скажем Допустим Вас там ударили Вы физическое это вспомнили Прочувствовали И Трансформируйте Через письмо И через Аудиальное Через выговоренное Да Понятно, да? Да Окей Итак Итак Второй шаг Это у нас Уветривание Аудиальное Аудиальное Первое было физическое Сейчас у нас Аудиальное И через письмо Пишем и говорим Как можно больше Сумбурное После того Когда закончилось Сумбурное Закончилось Сумбурное Затем вы уже Отрезвев То есть уже Видите Ну уже Вывед Уже нечего сказать Да? Уже Нечего говорить Уже все выговорило После этого Следующий шаг Это будет Вы уже садитесь И конструктивно Конструктивно Пишите Те все Претензии Прямо детально Очень детально Вспоминая Каждую ситуацию Очень детально Прямо ее Описывайте Пишите претензии Которая у вас была Вот Вася Ситуация Подробнее Чем детальнее Вы говорите Что Вы скажете Те претензии Которые вы тогда Недавно Высказали И то Что у вас Сегодня еще Осталось То что еще Хочется сказать По этому поводу Да Описываем Те ситуации Которые вас Беспокоят Начиная с той Которая Больше всего Беспокоила Которая Больше всего Дала обиду И постепенно Переходим Тем Которые Меньше 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 То есть И так доходим До тех Всех обид Которые у вас Есть Которые у вас Были Которые есть Которыми Вы работаете Сейчас Сдача Выветрите Их Всех Все Выбила Все Выговорила Все Выписала Понятна задача выбила выговорила выписала все вот это то что мы будем сейчас делать эти ближайшие несколько дней вам нужно столько и делайте все остальное то же самое затем делайте отчет делаю то что вас пришло делайте отчет как у вас это прошло что вы делали что чувствовали что говорили какое состояние было как изменялся то есть это дневник да дневник дневничок дневничок по по моему прогрессу что как происходит как я себя чувствую и что за этим будет дальше окей так все по видео остается то же самое по видео понятного по видео понятно всегда давайте хорошо подведите давайте подведем тогда итоги вас вам же нужно ходить подойдем итоги того что вы сейчас поняли что вы будете делать что сейчас на втором этапе на втором шаге выветривания аудиально и письменного что вы будете делать да я буду проговаривать на аудио просто все что вспомнила буду выговаривать чтобы воспроизвести все эти эмоции которые я тогда ощущала и буду высказывать что я тогда чувствовала это сумбурно не как просто вот мысль пришла с пописами вспомнили ситуацию что идет то и говорите что идет то и что вы пишете да без логики просто на это чисто на эмоции чисто на эмоции да да и тоже писать письма тоже вспоминаете ситуацию эту эти же ситуации вспоминаете и начинаете писать то что вы чувствуете ну да по тем же ситуация в видео отчете я должна уже рассказать как это все происходило помню что у вас медитация должна произойти до после перед 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 видео отчетом у вас происходит медитация вы задаете вопросы два вопроса основные записки ответы это ваши метафоры и после этого вы начинаете создавать видео записывать на видео на котором вы рассказываете все что у вас было что вы говорили какие ощущения были что вот я сегодня делаю виде аудиальное письменное выветривание вот у меня вспоминалось стать такую-то такую-то были такие такие-то ощущения вот какой прогресс был что я написала когда я писала что я чувствовала то есть а где какая всего этого осознанность дам понимаем осознанность и выветривание опять же все возможные формулы выветривания и осознанность я осознаю что я чувствую что я делаю почему я злилась как я злилась да это все понятно и также на видео у вас на видео вы получили да вы получили inside возможно вы получите во время медитации какие-то подсказочки вы тоже о них говорите на видео так а после после видео вы что делаете пишут дневничок пишут дневничок да и благодарите про мудреца я говорил вам да вы прослушали же про мудреца отлично ну вот все вот по этой схеме для того чтобы у вас была все четко понятная картина вы когда освободитесь сегодня запишите пожалуйста все на в тексте конкретной инструкции до что за шаг за шагом что вы будете делать и на аудио с этим понятно контрельное до конкретный план инструкции представьте что вы рассказали человек который ничего не понимает и прочитав вашу инструкцию и услышав ваши аудио аудио инструкцию и письменную инструкцию он понимает что ему нужно делать когда если вы напишите такую инструкцию что понимают чайник первоклассник, то вы тем более значит вы уже поняли и это будет говорить о том, что вы четко понимаете, что нужно делать хорошо? отлично, ну что, подведем итоги быстренько? да подведите итоги, да, скажите, что вы осознали, что произошло что вы будете делать дальше так, я перехожу на второй шаг вербального выветривания и выписывания всех ситуаций, которые я вспомню чтобы воспроизвести все эмоции, которые были у меня тогда и буду снимать отчет как дневник прогресса за день перед отчетом медитация и после отчета записать также дневник хорошо и наблюдайте за собой или возникает у вас еще опять какие-то физическое желание физическое расправа физическая агрессия или возникает еще то есть будете контроль это держать под контролем и все в дневничок записывать таким образом значит у меня должен быть письменный аудио и письменный дневничок в отчете который я слушаю и осознаю что вам какой шаг вам нужно какую-то корректировку возможно нужно сделать что-то добавить что-то убрать то есть вы не даете короткий мне отчет о том что у вас произошло за день какие у вас ощущения окей резюме мне напишите и напишите и в аудио тоже чтобы я возможно у меня нет возможности будет прослушать вернее прочитать я прослушаю тогда ну да хорошо да тем более мне нужно услышать по эмоциях просто вы напишите это как бы для себя констатация фактов за резюме сделали а мне записали в аудио для того чтобы я прослушал и понял прочувствовал ваши эмоции и понимал какую корректировку нужно сделать на этом этапе хорошо да ну все все тогда вперед да вперед как ощущение облегчение какое-то а за счет чего облегчение за счет чего облегчение ну что я понимаю что это не меня обижали что это все во благо мне давали это все уроки да это все уроки я такая неблагодарная да 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 ну мы к этому еще подойдем когда у вас будет просто просветление когда вы скажете вау боже блин какая это я дура это я столько лет мучилась я тут себя я тут всех обижалась это я должна у них всех прощения просить на коленях ползать должна а я блин тебя тут королеву строила когда сама всем виновата ну да вот такое происходит со всеми нами кто делает эти практики прощения проходит все возвращается поворачивается на 300 на 180 градусов я из жертвы я из того кого обижали превращаюсь в того человека которые раскачиваются понимая что блин это я всем создавал проблемы и обиды я должен у них всех просить прощения да отлично я очень рад все на этом я с вами прощаюсь я вас отпускаю потому что вам нужно бежать к вашим студентам да благодарю намасте и до связи до связи хорошо благодарю ярослав намасте а я завершаю нашу сессию и говорю футер о том что дорогие друзья с вами был ярослав мудро воронцов академия семейных отношений веда дом тренинговый центр green mind life мы живем на яркой стороне и зажигаем звезды а живем на яркой стороне потому что помогаем вам стать счастливыми и один из способов стать счастливыми это избавиться от прошлых обид наполниться новым содержанием и начать жить по новому друзья я желаю вам всем любви любите себя любите своих близких любите всех вокруг и любовь вернется вам старицей да поможет вам Всевышний в этом сложном но благостном деле намасте намасте спасибо 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 Продолжение следует...